МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей, и тем её, вернее, губим в тарелку подливающей". Александр Кушкин, Евгений Онегин. Добрый день, друзья! Смак на Первом канале. Современный Онегин сегодня... Сегодня большой разница... Большой разница, извините. Смаки. Но смак я... Смак! Но не с пустыми руками я иду к другу своему, Александру Цекало. Александр, доброе утро. Здравствуйте. Александр Цекало сегодня в Смаке. Доброе утро, Александр. Доброе утро. Расскажите... Вот так вы легко обращаетесь с ребятами. С другом. С другом. Расскажите, Александр, что сегодня мы будем готовить, ибо впервые мы готовим что-то живое. В 93-м году Андрей впервые готовил здесь лося. И перевёл лося. И отрезал ему голову в прямом эфире. Надел на себя и в кровичь и побежал здесь. Это страшнейшая была передача. У нас такого не будет, у нас раки. Но раков нужно, друзья, насколько я понимаю, варить живыми. Да, да, к сожалению для раков, к счастью для людей. И к счастью раки. Потому что если сварить рака мёртвого, то это как бы передаётся человеку. Да. А мёртвых или не варить, или хорошо. Да. Ну что же, значит у нас раки, а какое у нас блюдо сегодня? Раки и... Надо сказать, что накануне похода к тебе в гости, я стал вспоминать, готовим мы, но не так уж много готовим. И я забрался в книжку Зимина, нашёл замечательный рецепт раков по-шведски. А вот тут есть у меня шпаргалочка, поскольку я этого рецепта не знаю. Собственно, что нужно? У нас здесь раков 20, ну там считается порция должна быть штук 50 на человек 5. Да, потому что меньше 10 раков нормальный человек есть не может. Я хочу для начала сказать, почему вообще раки. Почему вдруг? Сейчас февраль лютует. Кстати, небольшой урок украинского языка, по-украински февраль лютый. То есть если по-украински... Забери меня в большую разницу, кричит рак. Это украинский рак, он просто услышал родную речь. Александр, он сам перевернулся. Александр, а как будет по-украински февраль лютует? Лютый лютуе. Лютый лютуе. Да. Бытует мнение, что устрицы и раков можно есть только в том месяце, в котором есть буква Р. В феврале, слава богу, буква Р есть, но на самом деле это полный бред. И я об этом недавно узнал. А просто дело в том, что в месяцах, в которых есть буква Р, и устрицы, и раки, они, так сказать, нерестятся. И в свое время когда-то было запрещено излавливать устриц, а сейчас уже и раков, в период нереста, чтобы их стало как бы больше. Сейчас и устрицы, и раки выращиваются в специально отведенных для этого водоемах, поэтому сейчас можно есть в любой месяц. Да. Значит, здесь у нас примерно 2,5 литра. 2,5 литра воды. Морковочка. Морковочка, конечно. Морковочка, вот она, шведская. Ну, я думаю, нам достаточно одной морковочкой, потому что две, это на... Это вообще не принципиально. Это все очень крупно делается. Сейчас Зимин, наверное, перевернется на диване, потому что на самом деле у него не написано, крупно резать или мелко. Я решил, что можно резать крупно. Ну, Зимина, конечно, крупно. Нам нужна одна большая луковица. И прямо тут туда ее прямо. Да, я думаю, что можно... Чтобы она не разваливалась, да? Да, давай сделаем так. Прекрасно. Так, что у нас? Укропа много живого. Да, вот, кстати, это тоже важно, потому что я знаю людей, которые очень... Все настаивают именно на сухом укропе, да, вот, когда валят раков. Но тут речь идет о свежем, да? Давай мы его с тобой на двоих покромсаем все-таки. Но мне кажется, что... Не надо этого делать? Нет, ну, кромсать надо, конечно. Но мне кажется, что надо... Во-первых, нам нужны, конечно, сами ножки, потому что они дают... Да, там весь запах. Ну, вот мы берем ножки. Ну, вот ножки, вот такой вот букет. С таким букетом можно пойти на свидание с нелюбимой женщиной. Да, так. Так, смотри, рак. Крадем сюда укроп, да? Да. И это тоже кладем? Ну, да. Я думаю, что половины достаточно, потому что у нас сегодня мы такой располовиненную коробку. Вот так, все. А это, друзья, на бороду не пнуло. А есть какая-нибудь палочка-топилочка такая? Палочка-топилочка. Ну, чтобы ножичком это не нарядно будет. Оставь его в покое. Он вылезает. Просто он живет. Саша, вот все, что угодно, все, что есть перед тобой. Друзья, ну, есть еще один повод, по которому к нам сегодня пришел Александр Цикало, поскольку, друзья, ответ-то очень прост. У нас сегодня, если мне не изменяет память, 11 число, и через несколько дней, 14 февраля. 14 февраля – это день всех влюбленных. В этот день, друзья, на экраны отечественных кинотеатров, и не будем сказать даже зарубежных кинотеатров, например, украинских. Казахских. Украинский кинотеатр построен на казахские деньги. Вот так назовем. Выходит фильм, который называется «Золушка». «Золушка». Да ладно. И он называется «Золушка. История любви» или просто «Золушка»? Нет, просто «Золушка». Просто «Золушка». Да. Там нету такого «Золушка». Продолжение. Продолжение. «Золушка». Сиквел. Нет. «Золушка, они идут». «Золушка, перезагрузка». Вот этого ничего нет. Все. «Золушка». Значит, друзья, и перед вами стоит продюсер, и вдохновитель идеи этого фильма Александр Цикало, поскольку именно на плечах ответственности за это кино, и главное, чтобы это кино вы наконец увидели. Александр, скажите, это же «Золушка» современная. «Золушка» вообще по своей истории самая экранизируемая сказка. Ее в Америке экранизация 5, и российская экранизация, я уж не говорю про замечательный, добрейший, черно-белый фильм с удивительной актрисой Жеймо. Енина Жеймо. Да, Енина Жеймо. Енина Жеймо и замечательный артист, который играл короля. Господи, что же мне, подскажите мне, ну, это же… Вот стыдно, но тоже вылетело. А? Гарин? Гарин. Гарин. Конечно, Гарин. Да. Конечно. Фантастический раз, Гарин. Мы уже не говорим про Раневскую. Мы уже не говорим про Бруно Фенгиха. Да. Он играл же в этом спектре? Да, играл. Бруно Фенгиха. Так, все, друзья, ну что, мы переходим непосредственно. Значит, у нас что, лайм, лимоны? Лайм и лимон, да, их надо выжать и бросить. Прямо сразу. Да, выжимай и бросай, да. Саш, почему… ну, Золушка, понятно, но все знают. Но сейчас люди в кино, к российскому, к отечному кино относятся с недоверием. Со скепсисом. Ну, почему с недоверием? Кто тебе такое сказал? Ну, есть… нет, есть люди некоторые, которые относятся… Я сейчас расскажу тебе одну забавную аналитическую новость. Я сейчас расскажу тебе. Вот, пожалуйста. Россия по прокату западного кино… Да. …вышла на третье место в мире. То есть на сегодняшний день… Западного. …западного кино. Ну, мы сейчас говорим-то про… Запад… То есть, подожди, получается, что мы одно стало вместе. Я тебе говорю к тому, что люди ходят в кино… В кино люди ходят бесспорно. …и российский кинорынок стали, наконец, уважать иностранцев. Друзья, ну, самое главное, чтобы российский рынок, и я настаиваю этим, стали уважать россияне. И Александр Цекало, между прочим, является тем человеком, который всё делает для этого, потому что Александр Цекало не снял ни одного фильма, как продюсер, который бы в прокате провалился или вызвал бы резкую оценку критиков. А те критики, которые высказали резкую оценку, так они уже были, так говорится, отстранены. Ну, в общем… Благодаря связям. Я… меня… вот сейчас была премьера фильма в Украине, и меня спросил один журналист, скажите, ну, Залушка, понятно, а «Великое кино-то» когда будете снимать? Да, «Великое кино» когда будете снимать. Я сказал, я улавливаю иронию, безусловно, Залушка не будет подаваться на «Оскара», вот, это не список Шинглера, не «Английский пациент», это просто фильм… Подождите секунду. …на который можно пойти с любимой девушкой, женщиной, независимо от возраста… Или просто пойти с женщиной, и вдруг в момент фильма понять, что она любимая. Да, ну, возможно, это… А к концу фильма уже поменять это решение, ведь тут всё бывает по-разному, друзья. Это же кино. Ну, что может быть лучше, чем 14 февраля пойти в кино? Да. Безпрочем, Александр, я позволю себе, знаете, чтобы только ни у кого не возникло ощущение… Пока сельдерей, пока сельдерей. Александр нарезает. Крупно. Что, мол, я рекламирую… А, мол, ещё? Нет. Немного. Достаточно. Что я, мол, рекламирую фильм «Товарищ», так вот, друзья, я вам хочу сказать… Да, я рекламирую фильм «Товарищ». Нет, я не рекламирую фильм «Товарищ», что мне с этого, как говорится, ничего не перепадёт. Бадьян. Бадьян, раз уж что можно. Перепадёт. Перепадёт в кастрюльку. Пару звёздочек, да. Вот, и я вот… Да, друзья. Так вот, я хочу сказать, что 14 февраля обычно фильмы выходят же по четвергам, то есть уикенд. А мы во вторник, потому что 14 февраля день влюблённых… Александр, специально, зная, что будут колоссальные убытки, заложил дом. Заложил дом. Не дождётесь. Не дождётесь. Чесночка дождусь я? Дождётесь, Александр, чесночка. А сколько вам? Нисколько. Головку вот так просто мы сделаем тыльной стороной, как это делают настоящие мастера. Вот, милая. Как это делают настоящие мастера, я… Да, да, да. Так вот мы сделаем. И вот так вот, да? Да, 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 да. Оп! И швыряем. Нет, прямо вот так. Прямо вот так? Да, да. Вот так, всё. В общем, ну, даже потому, как это выглядит, это выглядит шикарно. За солью и перцем. За солью? Это не в холодильнике, Саша. Я знаю, это вон там. Правильно, я тоже туда. Подвозь внимание, вот такой всё, перец, душистый горошек. Да, душистый горошек. Ну, потому что есть горошек недушистый. Душистый нужен. Так вот, друзья, специально для влюблённых можно ходить в кино. Александр, почему? Вопрос. Именно зёлушка. Ну, почему? Ну, я расскажу так. Вот была такая история. Авторы сценария, Дима Зверьков и Максим Туханин, сказали, а мы напишем, когда был разговор, давайте кинуем, напишем сценарий какой-нибудь весёлый. Мы напишем Золушку. Не надо Золушку, эти ремейки уже... Вот здесь. Они написали, и стало ясно, что это очень хорошо, ну, неплохо, ну, смешно. И после этого всё это случилось. Вообще, изначально я был против, но мастерство авторов нас переубедило. Кроме того, Золушка, ну, понятная история, потому что все проходят в жизни историю Золушки. И у тебя есть история Золушки. У меня есть история Золушки, как я бежал по Останкино, и с меня упал кирзовый сапог, и по этому сапогу меня нашли. Потом все примеряли. Нет, поэтому сапогу все узнали, кто украл компьютер из кабинета генерального директора. А пивко нам надо залить. Пивко туда? Да. Швеция? Вот это уже швеция? Да. Нет, вообще варить раков в пиве тут... это не новость. Это не новость. Есть много рецептов, где варят вообще только в пиве. Раков же долго варить или долго? 15 минут по рецепту Зимина, нужно их там подержать. Собственно, мы это увидим, поскольку они, естественно, приобретут характерные... На секунду я сейчас хотел бы, Александр, вас прервать. Метнешься? Метнусь. Для того, чтобы короткую паузу, я бы назвал ее короткая пауза, Александр Цикало прямо сейчас варит нам раки по-шведски. Вот так вот я бы сказал. А у нас реклама, после которой мы вернемся, вы знаете, что фильм «Золушка» в китайском прокате называется «Фихуа». Тут у матери артиллерийский капитан ночевал. Так мало то, что он по ночам все молоко выпивал, так еще и к зимке соседке под дверь записочки подкладывал. Шарль Перо. Кот в сапогах. Дорогие друзья, с Мак на Первом канале. У нас в гостях сегодня Александр Цикало. И мы... Забыли про персик. Да что вы. Да. Да. Нам можно уже проверять, в принципе, живность раков, но так. Ну что, значит, мы, друзья, сейчас приступаем к важному моменту, который называется «Проверка раков на живучесть». Ну, вот смотри, ты взял сразу, и как они зашевелились. Значит, ну вот этот нормальный. Да. Ну, мы пока... Может быть, мы их будем обратно так класть, просто давать им имена и уже понимать, кто из них. И потом звать, и они как бы будут вот так вот лапкой отзываться. Значит, этот живой. Тихо. Этот. Ох, какой крепыш. Этот. Ну, живой, да. Ты живой, Юра? Живой. Так. Этот живой. Вот этот меня волнует. Еще как живой. Саша. А положи вон... Поклади его, пожалуйста. О! Смотри. Вон там. Нет, это ты его трясешь. Подожди. Вон, ноги, посмотри, ноги, ноги. А, да, да, да. Саша, скажи, а может быть так, что половина рака живая, а половина уже нет? Ну, если он принял что-то и начинает анимевать, то, ну, может быть, не знаю. Смотри, какой это просто король раков. Он скрестил руки, он как бы закрылся от нас. Да. Не желает общаться. На самом деле это не смешно. Посмотри, Ваня. Что? О! Это прямо йог? Рак йог? А, все ты думаешь? Да, все. И мы его не берем. Так. Это да, это да. Смотри, какой вот этот. Прям зеленый. О! Так, этот живой. Этот живу. Живой. Ну, шевелится, да. Так. Этот еще как. А вот ты. Живой, да. Вот там меня слева беспокоит рак. У тебя слева беспокоит рак. Скажите, вы живы? Живы. Живы. Прекрасно. Все, всех проверили? Все живы, да. Все живы. Просто по объему этой кастрюли мы поймем, вода кипит, мы поймем, сколько поместится у нас раков. Думаю, все не войдут. Все раки не войдут. Ну что ж, нет, и все помещаются раки, а чего? Все нормально. Ну как оживился он перед походом. Ну что, дружочек, ты последний. Все. Ты знаешь, в чем особенность рецепта со шведскими раками? Ну-ка. Как я выяснил. Можно их употреблять не только с пивом, но и, как рекомендуют рецепт, с нормандским сидром. С нормандским сидром. Даже если он является... С ангелийским. А он является, ну, как правило, полусладким. Ну такой сладенький такой вот щепучка такая. Ну, сладенькая газировочка, да, с небольшим. А вот интересное дело, да? Что мы делаем дальше, Александр? Ну, пока раки варятся, можно засечь минут 15. Я вот не знаю, крышкой накрывать, но я так прикрою. Прикрою. Прикрываем крышкой. Значит, еще раз мы напомним, что там. Там находится у нас сельдерей, морковка, много очень укропа, целая луковица. Чеснок, бадьян. Бадьян. Это вот это? Нет, это бадьян. Но он же анис в узких кругах. Анис. Да, лайм, лимон. Лайм, лимон. Укропа много. Укропа, мы сказали. Соль, перец. Да, перчик чили еще. Соль, перец. Перчик чили. Все вот это, друзья, мы отправили... Морковка, ты сказал? Морковку, я сказал. Теперь, Александр, пока варятся раки, я хочу спросить, задать, конечно, вопрос вам. Каким образом? Ну, вообще, вот в вашей семье день Святого Валентина отмечается каким-то специальным образом? У нас случилось так, что мы года четыре тому назад, когда мы только познакомились, и там в феврале это было нашему знакомству, ну, немного, полгода. Мы пошли в ресторан отмечать День Святого Валентина. Ну, захотели вдвоем пойти. И Вика пришла, и она очень волновалась. Почему-то она волнуется, казалось бы, ну... Вы уже тогда платили сами за ужин или по-прежнему отдельно? Может быть, это... Нет, нет, нет. Мы уже практически медовый месяц провели. А, да, все. Да, мы после тайной росписи и так далее. То есть вы уже в статусе супруга. Словом, 14 февраля Вика раскололась. Она сказала, что... Да. Что Александра Александровна Цикала на подходе, друзья. Почему же никто не аплодирует такой парламент? Она сказала, что вот... Да, это чудесно. И с тех пор День Святого Валентина превратился из обычного чуждого американского праздника, который насаждают здесь вместе с прочими микки-малсами. Вот такой праздник стал такой важный. И мы каждый год как-то отмечаем День Святого Валентина. Вот это замечательно. Вот это замечательно. И вот к вопросу, а как бы приятно услышать, например, если бы молодая пара пойдет на фильм «Золушка» и где-то в середине фильма молодой человек узнает вот такое. Что их скоро будет трое. Что их будет скоро трое. Хотя познакомились они буквально за два дня до фильма и даже ни разу не поцеловались. А девочка уже запеет о таких вещах. Что у нас скоро будет не трое, а четверо, ведь у меня же еще и сына первого брака. Да, вот Лиза Боярская, к сожалению, не смогла приехать. Лиза Боярская замечательно сыграла в фильме «Золушка». Лиза... Вот если мы в чем-то сомневались, или в ком-то, ну, получится, не получится, то в том, что Лиза сыграет... Стерну? Иронично-отрицательную роль. Она играет старшую сестру... Старшую сестру из двух дочерей мачехи, да. Это совершенно замечательно она сделала. Ну, как и Аня Шерлинг, вторая сестрица, тоже это было. А долгий вообще был кастинг, вот этот процесс. Дольше всего искали Золушку и Пажа, Пажа, ну, то есть Пашу, роль которого в итоге сыграл Никита Ефремов. То есть главную пару. Да, а дело в том, что, ну, ты прекрасно это знаешь, не хуже меня, можно найти и главную героиню, и главного героя, а на кастинге вдвоем они... Надо должны совпасть. Они заработают. Ну, это были самые долгие мытарства. С остальными актерами было... Ну, по-моему, все удалось. Да, и Артем Ткаченко однозначно, он практически никаких кастингов тоже не проходил, потому что было ясно, что это его роль. Артем Ткаченко играет роль принца. Но принца... Ну, ладно, мы не будем рассказывать. Да. Мы ничего не будем рассказывать, потому что, между прочим, у Золушки, в оригинальной Золушке, в сказке, даже скорее не Шарля Перро, а, наверное, в сказке Евгения Шварца по мотивам сказки Шарля Перро, в пьесе Евгения Шварца, есть такой тонкий мотив грусти, потому что Паж, влюбленный в Золушку, как бы не получает разделенной любви, потому что Золушка, который принц, человек гораздо более богатому, и состоятельному, и более интеллигентному, А Паж, как говорит, рассказывает персонаж сказки Шварца, потом женится на дочери Золушке. Да. Да, но он... Я только маленький. Но это же сублимация. В какой степени да? Хотите поговорить об этом, Иван, с утра? С утра, в субботу. То есть, получается, он женится на... Вы понимаете, это все равно, чтобы Эштон Качер женился бы на дочери Деми Мур, когда сам думал про Деми Мур. Сложная такая аллегория. В общем, у нас присутствует любовный треугольник. Любовный треугольник. И мы не будем раскрывать, кто там... Это может быть одно из... И мы не будем раскрывать, кто острый угол, а кто тупой. Вот так мы скажем. Да. Ну что, Александр, а что мы будем делать к ракам? Неужели мы... Нет, мы к ракам ничего больше делать не будем, но поскольку лютует февраль, как мы уже говорили, то мы можем вместе попробовать. Я никогда этого не делал, поэтому, Вань, понадобится твоя помощь. С удовольствием. Приготовить такой, скажем, горячий или горячительный напиток для всей семьи. Ну, кроме детей. Прекрасно. Двести. Туда? Да, прямо туда. Будете шейкер, пожалуйста. Чайной ложечкой... Вот я вижу, у тебя чай присутствует. Чайной ложкой чая прямо? Две ложечки. Две ложки чая прямо вот сюда? Да, прямо вот сюда. Холодного чая в холодную воду. Четыре чайной ложки с сахаром. Четыре чайной ложки с сахаром. И нам понадобится смесь для... Раз, два, три, четыре. Сделали. Если у тебя есть смеси для Грога или Глинтвейна, они все подойдут, потому что в них там корица, хвостика. У меня есть приправа волшебное дерево для Глинтвейна. Для Глинтвейна годится. А, тут написано, для Глинтвейна и для Грога, пунша, компотов, пряного чая. Для Глинтвейна две ложечки чая. Две ложечки мы сейчас вот это отрезаем. И две... Ой, ну тут просто какой-то... Вот такие, Саш, смотри, да? Да. Раз, два. Единственное, что будет объединять наших раков и наш Глинтвейн, это бадьян. Бадьян или анис? Двумя тонкими стройками, тонкими ручками он протянет неуловимую нить между Грогом и раками. Саша, ты еще не выпил, а уже говоришь, как пьяный. Да. Давай, значит, два... Вот можно, друзья, если вы решили закончить отношения с женщиной 14 февраля, подарите ей вот такой цветок. Почему не подарить, а бросьте ей в лицо, чтобы он его поцарапал. Вот, закипели раки. Так, я добавил сюда это, что еще? Да, все, надо закрывать крышкой и нажать кнопочку. Подожди, детям нельзя то, что позже. Детям нельзя то, что позже. Так, закрыли крышку. Да, нажимаем кнопочку. Оно должно перемешаться и одновременно подогреться. А-а-а. Крутится? Да. Да, сейчас это все там перемешается. И, насколько я понимаю, одновременно нагревается там, да? А-а-а. Вот он, мультишейкер. Вот это слово мульти. Это кто, борт, что ли? Ну ты подумай, что они творят, а? У них и чайники сами это. И этот нагревается. Саш, давай, у нас грок доделается. Друзья, Александр Цикава посолил раков и чуть-чуть их доваривает. Прямо сейчас у нас короткая рекламная пауза, шведская. Впервые за всю историю, ну, начиная с петровских времен, шведская реклама на Первом канале. После которой мы вернемся, вы знаете, что в Польше сказка «Дюймовочка» и фильм по этой сказке в прокате будет называться просто «Чисташка». Это очень смешно. И сказал мудрец с бородкой, что меня красивее нет, композитор лил мне водку и с вином мешал поэту. Золушка, друзья. Друзья, Людмила Сенчина, Первый канал, смак у нас в гостях Александр Цикава. Вот, Саш, посмотри, мы взяли хороший ром. Хороший ром. Темный он? Он темный. Может, по рому немножко сейчас? Прямо седой паромщик? Роуминг, называем это так. Если я не ошибаюсь, он сам должен остановиться через некоторое время. Да, мультишейкер. И вот когда он остановится, открываем и заливаем туда 200... 200? 200, да. Серьезно? И еще опять нажимаем кнопку. Все, остановился. Да. Заливаем. Да, потом процедим. Открываем? Да, да. И рома туда 200. 200 рома? Друзья, давно я мечтал на Первом канале это сделать. Доливаю? Да. Доливаю рома. Закрываешь крышкой. Закрываю крышкой. И нажимаю еще раз. Еще раз. Столько же оно должно там мешаться и греться. Хорошо. Ох, как запахло-то. Какой эксперимент над печенью мы сначала проведем? Мы отведаем Грога. Значит, Александр, давайте мы подойдем... Хотя это напиток сродни десерту. Значит, вот смотрите. Сидор, пиво. Я вынимаю раков? Конечно. Сидор, пиво, Грог. Значит, сидор мы будем пить вот отсюда. Так. Мы, Александр, пойдем по традиции малюток-медоваров. Мы в пещерах под землей. Мы перемешаем все аккуратненько. Чего себе. Так. Пиво наливаем по краешку, чтобы пены меньше пива, больше. Помним об этом, ребята. И оставляем всегда чуть-чуть сверху, пару сантиметров свободного места, если вдруг матушка решит долить вам водки, пиво, чтобы не сконфузить хозяюшку. Александр, вы хотите сказать, что все, мы можем процеживать. Грог готов? Да, мы можем приседать всех раков, ведь мы можем не вынимать же. А мед туда надо добавлять? Нет. Вот по... 200 граммов рома? На 200 граммов воды плюс специи. Чай, специи. Ну что, поехали. Делать нечего. То есть разомнемся грогом? Нет, мы просто его нальем. Скажите, Иван, когда-нибудь вы с утра пили одновременно грог, сидр и пиво? Заедай рак. Ну что же, Александр, нет? Так. Оп. Оп. Да. Ну что же. Где-то так. Где-то так. А не надо чем-то украшать это, Александр, скажите. Ну, нет. Я знаю, что рецептов Глинтвейна и грога великое множество. Ну что же, друзья, хочу я сообщить, что сегодня мы с Александром Цикало готовили раков. Рецепт по-шведски раков. Мы морковь, лук, чеснок, укроп, бадьян, лимон. Укропа много. Соль, перец, все в кастрюлю. Перец чили еще. Перец чили. Все это закипает, варится немножечко, совсем. 15 минут. На 15 минут варится, потом на 15 минут добавляем живых раков, вынимаем раков. Мы забыли про пиво. Пиво, пиво еще убиваем. На 50 раков литр пиво, на 25, соответственно, и так. И вот мы все это делаем. Значит, мы для этого, может, по-шведски это, наверное, с пивом. По-шведски с пивом, но еще по этому рецепту рекомендовано запить сидром. Предлагаю начать прямо сейчас. Начать запивать? Начать, нет, вот начать, Александр, начать с рака и попробовать его. Так, берем рака, сидр. Александр, ваше здоровье. Берите сидр, руки уже все, уже мы. Подождите, я попробую вот так. Вот так вот, Александр, нормандский сидр, шведский рак, Александр цикало. Пробуем. Сидр хороший. Сидр прекрасен. Раки, ну, такого, ничего как бы военного, как говорится, да? То есть они в таком, это такой умеренный рецепт, не экстремальный. Там нет сметаны, знаешь, еще варят, и сметану добавляют, молоко, в молоке варят. Да. И вот пиво мы берем, да? Ммм. А! Так. Хорошо. С пивом привычнее. Привычнее, но немножко банально. Да. И тогда мы берем самый главный. Мы берем рака. Ты хочешь грогом запить рак? Угу. Берем грог, который приготовили при помощи мультишейкера. Ох ты, матушка моя! Я отказываюсь это делать. Это, кстати, очень вкусно. Это сладкий, вкусный, горячий напиток. Это, конечно, не лентвейн. За руль, как говорится, не сядешь после литра. Но 14-го района опять можно. Более того, если выпить сразу три таких стакана, то и необходимый в женщине может отпасть. И вы можете отпраздновать 14-го района сам с собой. Ты, грог и рак. Мы, конечно, совершаем сейчас. Попробуй, попробуй. Попробуй. Ну. Хорошо. Хорошо, я же говорю. Нарядно. Нарядно. И есть теперь, друзья, вот смотрите. Есть теперь самый... Я давно хотел тебя сказать. Подождите, Александр. Я проведу уникальный по своей степени эксперимент. Ну что творишь? А вот так не пробовали? Коктейль Викинг. Коктейль Золушка. Коктейль Золушка, правильно. Коктейль Золушка. И ваш принц появится... Сию минуты. Сию минуты с портрета генерала Котов. Я хочу попробовать. Что это за коктейль сделал Молотова? Сидор, пиво, игрок. А знаешь, что еще можно долить? Немножко супца от раков. А вот ты, Саша, знаешь, не шути, да не перешучивай. Не перебывай. Это тебе небольшая разница, тут устраивать бурлеск. Это кулинария. Да здравствуй, горячие напитки, горячие раки. Прекрасно. И лютый февраль. Александр, у нас, Александр, есть для вас подарок. Да что вы говорите? Да. Мы хотим вас поздравить с наступающим прокатом. Специально для вас, Александр, от нашего спонсора у нас уникальный подарок. Это корзина душистого цилонского ароматного чая Акбард. Чай Акбард, неиссякаемый источник бодрости и энергии хорошего настроения. Ну а сейчас, друзья, у нас еще один подарок, Александр. Вам, от нашего спонсора, это то, что вам с Викторией, с маленькой Сашей дома, поверьте мне, вот поверьте мне, у меня дома такой чайник в городе, который сам заваривает чай. Сам. Друзья, давайте поаплодируем. Александр Цикало сегодня в СМАКе. Спасибо. Наш добрый, дорогой друг. 14 февраля вы сможете прийти и посмотреть фильм «Золушка», продюсером которого является Александр Цикало. И Руслан Сорокин. И Руслан Сорокин. Так что, друзья, приходите, смотрите, получайте удовольствие. Саш, на секунду, я... Я на секунду, друзья, сейчас покину вас. Дело в том, что мы прощаемся с вами. И мы уже увидимся, когда пройдет день всех влюбленных. И уже не теми глазами вы будете смотреть на нас. Но мы сообщим вам важную новость. Оказывается, мидии в переводе с чешского означает «Моя жена играет в театре мальчик из пальчик». Что бы вам еще рассказать? То состояние, которое приходит человеку, если он выпил 200 граммов рома с утра, называется роуминг. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова